Вне зависимости от того, будете вы выращивать огурцы в теплице или на открытой почве, количество урожая будет зависеть от того, сколько будут плодоносить кусты. Очень важны процессы бутонизации, цветения, формирования завязей, налива корнишонов, наращивания побегов и появления листового аппарата. В эти периоды огурцы становятся уязвимыми к болезням, бактериям, вирусам, грибкам и паразитам. И если растение будет страдать, хорошего урожая собрать тоже не получится. Во время налива зеленцов использовать химикаты, фунгициды и инсектициды я не рекомендую. Они накапливают токсины в огурцах и они становятся не самыми полезными. Я в этом видео расскажу про полностью безопасный и экологически чистый биологический рецепт, который поможет справиться с вредителями и повысит урожайность. Двумя его ингредиентами являются молочная сыворотка и аптечный нашатырь. Вещества из этих компонентов разлагаются в почве в течение пары часов. Поэтому опрыскивание и полив растений можно делать в любой стадии развития. Молочная сыворотка содержит в себе азот, фосфор, калий и массу других микроэлементов. Поэтому опрыскивание сывороткой используется не только для огурцов, но и для большинства других растений на огороде. К тому же листовые пластины огурцов будут покрываться очень тонкой пленкой, через которую грибки не смогут попасть на растения. Тлее и паутинному клещу тоже не нравится такая оболочка, поэтому во множестве народных рецептов встречается молочная сыворотка. А вот нашатырный спирт – это копеечное средство, которое должно быть в любой аптеке. Если правильно его развести, нужно дать растению азот, укрепить его иммунитет, а также защитить растения от вредителей и заболеваний. Если подкармливать огурцы азотными удобрениями, будет повышено усвоение микроэлементов из грунта, побеги будут нарастать быстрее, листья перестанут стареть и желтеть преждевременно. Чтобы приготовить такой раствор, необходимо взять 4,5 литра теплой отстойной воды, пол-литра молочной сыворотки и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Тщательно все перемешиваем и опрыскиваем растения из пульверизатора по обеим сторонам листа. Лично я обрабатываю огурцы каждую неделю до окончания плодоношения. Состав абсолютно безопасен как для человека, так и для растения.